Давайте со мной откроем место Писания, Левитам, глава 10, и Деяния Апостолов, 2 глава. С 1 стиха читаю. Надав Иовеут сыны Ароновы, взяли каждую свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающейся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Еще одно место, которое я хотел бы прочитать. Деяния Апостолов, 2 глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Господу! Слово Божие говорит нам о том, что разные события, разные столетия. Здесь Слово Божие говорит, что люди, надав Авиуд, сына Аарона, они были избраны, чтобы служить Богу. И Писание нам повествует о том, что, надав Авиуд, взяли каждую свою кадильницу и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вот я рассуждал над этим словом и думаю, что значит принести чуждый огонь? Я сегодня рассуждал об этом и думаю, им выпала честь служить Богу. Выпала честь. Бог их благословил. Здесь Писание нам говорит о том, что нужно было взять огонь жертвенника и положить в кадильницу и пред Господом, знаете, и выпала честь кадить пред Господом. Ну, написано, что они взяли каждую свою кадильницу и положили в него курение, вложили в него огня чуждого, которого он, Бог, не велел им. И вот рассуждая об этом слове, я думаю, что их подвигло на это? И что значит чуждый огонь, который, знаете, они зажгли? Почему они все-таки ослушались о Господа? И вот рассуждая об этом, я вижу, братья и сестры, что огонь, который они зажгли, это и есть непокорность. Непокорность, непокорность Слову Господа. Просто непокорность. И когда мы вот рассуждаем об этом слове, да, написано, вышел огонь от Господа и сжег их, они потерпели. Из-за того, что они просто-напросто не были покорны Слову Божьему. Они решили принести Господу, знаете, на своих условиях служить Господу. И Слово Божие говорит нам, что Богу это не понравилось. И вот я когда рассуждаю об этом слове, и думаю, братья и сестры, много было таких моментов, что-то глаз заболел, много было таких моментов, когда люди ослушивались о Господа. Просто ослушивались о Господа. И был такой момент, помните, у Саула. Бог ему сказал такое слово, чтобы он, знаете, уничтожил Амалика и все, что у него. Но мы видим, что Саул поступил по своей прихоти, по своей воле. И Слово Божие говорит, когда пришел Самуил, помните, что он сказал? Что это такое? Что я заболею не слышу? И Саул, значит, начал оправдываться, говорит, все, что я, знаете, оставил, это я для Господа оставил. И там интересные слова такие были, что Господь ему говорил, что непослушание Господу такой же грех, что и волшебство. Непослушание Господу. И вот рассуждая об этом, думаешь, надав Ивеут, да, они не послушались. Они принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. То есть непокорность, она многих сожгла. Непокорность слову. И это правда. Есть Новый Завет говорит об этом, есть Ветхий Завет говорит об этом. Непослушание. Непослушание. Что значит непослушание? Это когда человек хочет Богу служить на своих условиях, так как он понимает, так как он думает. И ему кажется так, как он сделает это правильно. Но есть Писание. И когда человек отходит от Писания, от Слова Божьего, человек терпит урон в своем служении, в своей жизни. Есть Слово Божье, братья и сестры, и на нем мы строим свою жизнь. Знаете, через Слово Божье мы приступаем к служению Богу. И потому есть у Бога требования к человеку, как человеку нужно служить Господу. Человек не может служить Господу, как ему сбрелось, как он захотел. Служить Господу нужно, братья и сестры, на основании Писания, на основании Слова Божьего. Слава Господу. И за Словом Своим, знаете, стоит Бог. И Бог ревнует, когда человек идет вопреки Писанию. И здесь мы видим, что Надав и Авиуд, они пошли вопреки Слову Божьему. Бог сказал, поступайте вот так. Но Надав и Авиуд, они сделали совершенно по-другому. И мы видим, что они из-за этого претерпели, сами потерпели. Из-за того, что они пошли вопреки, или вразрез Слову Божьему. Это было то же самое с Саулом. Когда Бог Саулу сказал, чтобы Саул, знаете, все заклятое, знаете, чтобы он уничтожил. Но мы видим, что с Саулом произошло. Он сделал вопреки Слову Божьему. И мы видим, что он сам претерпел. Мы можем вспоминать Ахава. Господь говорил, помните, Ахава, Слово Божье говорит, чтобы, знаете, заклятое ничего не брать. Но Ахав пришел, знаете, помните, да, Ахан, и спрятал, написано, сенатскую одежду и слиток золота у себя в шатре. То есть человек ослушался Слову Божьему. И мы видим, что сам претерпел. И много можно сегодня приводить примеров, когда, знаете, люди порывались ослужить Богу так, как им вздумается, так, как они хотели. Помните Корея, который взбунтовался и сказал, что все святы, все могут ходить пред Господом, да. И мы видим, что его такой поступок, он привел его в могилу. Писание говорит, что земля разверзлась, и он живьем сошел, знаете, в могилу туда, в преисподнюю. То есть мы видим, что его был взгляд на служение такой, то есть он думает, что можно. Но есть Божьи требования. Есть у Бога люди, которых Бог ставит на служение. У Бога есть Писание, знаете, которые мы должны исполнять. Слава Господу! И потому, братья и сестры, сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, как мы Богу служим. С каким мы сердцем приходим к Господу. Писание говорит нам интересные слова. Апостол Павел писал Тимофею такие слова. «Вникай в себя, да, и в учение». «Занимайся всем постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя». То есть Слово Божие говорит «Вникай в себя и в учение». Но есть люди, которые, знаете, вникают в учение, но в себя не вникают. И они Писание знают очень хорошо. Они цитируют, они могут другому человеку применять, но в себя, знаете, к себе это слово не применяют. Или можно сказать, они не вникают в себя. И, конечно, эти люди потом терпят урон в своей христианской жизни. Я думаю, что вы много видели таких верующих людей, которые, знаете, хорошо знали Писание. Знаете, наизусть могли цитировать места Писания, но сегодня их среди народа Божьего нет. Они отступили, они упали, ибо на то была причина. Они не смотрели в свое сердце, они не расправлялись со своими грехами, они не каялись пред Богом, они не исповедовали свои грехи пред Богом. И потому грехи или прихоти, или похоти, которые были у них, они их задушили, или, можно так сказать, они их увели от Господа. Понимаете? Но Писание говорит, вникай в себя и в учение вникай. Но есть люди, которые вникают, знаете, в себя, но в учение не вникают. Я думаю, что вы видели таких людей, которые копаются в себе. Они, знаете, они постоянно ходят в депрессии. Они постоянно, знаете, копаются, они видят в себе и то, и другое, и следующее. И когда начинаешь с ними беседовать, и когда ты начинаешь раскрывать им Слово Божие и говорить по Писанию, они это не читали, они даже на это не обращали внимания. И когда этим людям задаешь вопрос, а вы читаете Библию, вы изучаете Слово Божие? И часто мы слышим ответ, ну, читаем иногда, или как получается. Но копаться в себе, копаются до того, что, знаете, приходит такое жалкое состояние. Иногда даже бывают такие люди, что часто они приходят такое в демоническое состояние, когда, знаете, враг их начинает настолько преследовать, настолько их начинает разбалансировать, что и они начинают бояться, они начинают страшиться, они начинают какие-то вещи неправильные делать, в депрессию попадают, нечистые духи их занимают. И, знаете, братья и сестры, это есть тоже в церквях, это есть тоже в народе. И потому сегодня, дорогие мои, есть Писание, есть Слово Божие, от которого мы не должны отступать. Если в Библии написано, вникай в себя и в учение, то, значит, нужно, братья и сестры, изучать Слово Божие и применять к себе. Нужно смотреть, что в моем сердце. Если там есть какой-то грех, если есть там, может быть, какой-то, знаете, злой корень, то нужно с ним разобраться, его нужно удалить. Но, опять же, братья и сестры, в помощь нам дано Слово Божие. Понимаете? В помощь дано Слово Божие. Слава Иисусу! И если мы применяем Слово Божие к себе, то, конечно, наше христианское состояние будет здоровое, или, можно сказать, мы будем такими хорошими христианами. Но если, братья и сестры, есть такие верующие, которые вникают и в учение, и в себя вникают, но, братья и сестры, не поступают так, как, знаете, Бог им открывает. И сегодня все больше и больше таких христиан. Они знают Писание, наизусть могут цитировать некоторые главы. Они знают книгу Псалтирь, многие наизусть. Много, знаете, книги Прыч знают наизусть. Целые главы могут цитировать. И вникают в себя. Они верят, что они не неправы пред Богом. Знаете, но не применяют Слово Божие к себе. Это тоже такое, знаете, дефект среди христиан есть. И потому сегодня, дорогие мои, я бы хотел, чтобы мы посмотрели, что такое чуждый огонь. Чуждый огонь – это когда христианин, знаете, уклоняется от Слова Божьего. Чуждый огонь – это то, когда христианин знает, что Господь, Господне требование такое, а я поступаю по-своему. Это чуждый огонь, мои братья и сестры. Чуждый огонь. Когда мы послушны Господу, братья и сестры, то Бог, наоборот, благословляет. Вы помните, я не зря прочитал это местописание, где Господь сказал ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, да, но ждите обещанного от Отца. И Он сказал о Духе Святом. И знаете, апостолы собрались, и они были послушны, так как Господь сказал, написано, они не уходили из Иерусалима, да, они оставались атак. И мы видим, что то же самое сошел огонь от Господа. Там сошел огонь от Господа, понимаете, и сжег надавой Авиуда. И здесь сошел огонь от Господа. Знаете, был излил Дух Святой. Только проблема была в том, что там люди проявляли непокорность Слову Божьему и пострадали, а здесь люди были послушны Слову Божьему и пережили благословение. Слава Иисусу! И, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы были покорны Писанию. И если мы будем покорны Духу Святому и Слову Божьему, то Бог будет на нас изливать Своё благословение. Слава Иисусу! Я больше скажу, дорогие мои, что правильно зная Бога, оно влияет, мои братья и сестры, на моё поклонение или правильное отношение к Богу. И влияет на правильное отношение к людям. Ещё раз повторю. Мои братья и сестры, правильное понимание Бога, оно влияет на отношение, на правильное отношение к Богу и правильное отношение к людям. И пусть сегодня Бог благословит, дорогие, чтобы мы понимали, знаете, мой Бог такой, Он требовательный, Он есть огонь поедающий, Он Бог любящий, человеколюбивый, многомилостивый. Мои братья и сестры, правда у Него. Он всё знающий, Он всё видящий, слава Господу. Мы приступаем к Богу живому, который, братья и сестры, знает меня в тайной комнате. Мы приступаем к Богу, братья и сестры, который меня знает изнутри. Я приступаю к Богу, который меня знает, знаете, лучше, чем даже сам я себя знаю. Мы приступаем к такому Богу, слава Господу. То есть мы служим Богу такому, который вездесущий. Он, братья сестры, присутствует везде. Еду ли я на машине, братья сестры, он видит мои мысли. Нахожусь ли я дома в семье, он видит, братья сестры, мои мысли. Он знает, он даже знает мысли мои прежде моего прошения. Я еще ничего не попросил у Господа, но Он знает, о чем я попрошу. Он знает прежде моего прошения. Мы приступаем к совершенному Богу, святому Богу. Там, где написано, будьте святы, потому что я свят. Понимаете? И пусть сегодня Бог благословит, чтобы мы понимали, чтобы мы не исключали Слово Божье, братья сестры, из своей жизни. Если написано так, то нужно приступать. Если написано, то нужно покоряться. Недавно задали вопрос, братья. И знаете, он мне понравился. Чем? Вот такой вопрос прозвучал. Зачем? Зачем, да? Рукополагать на пастырьское или дьяконское служение? Зачем? Ну, что оно дает человеку? Ну, если человек служит, он может служить Господу и так, и так же. Зачем его рукополагать в церкви? Братья сестры, есть требование Божие. Если Бог в своем слове сказал, чтобы, знаете, человек приступал к Богу и, знаете, к священно действию, знаете, достойный человек, выбранный человек, или, примерно, знаете, рукоположенный человек. И, знаете, за этим стоит Бог. Я знаю некоторых братьев, они насмотрелися видео. И я помню, приехал к нам один такой труженик, я помню, в Луганскую область приехал. И он был у нас в церкви. И он говорит, у меня дары есть. У меня дары селения. Ну, в Библии написано, что он дал дары, я одарованный человек. Я могу молиться за исцеление. И, знаете, я говорю, серьезно, у тебя дар исцеления? Он говорит, да, у нас всех есть дар исцеления. Я говорю, ты немножко уклоняешься от Слова Божьего. Он говорит, нет, Константин, так написано, что мы все одарованы. Я имею дар исцеления. Я говорю, я молюсь за исцеление. Я говорю, что люди получают исцеление? Ну, получают. Я говорю, я не верю. Я говорю, ты понимаешь, Бог или дает у тебя благодать, или есть, или нету, не обманывая людей. Ты не можешь молиться за человека, знаете, помолиться и сказать, ты иди здоровый. А у человека рак съедает. Ты не можешь сделать так? Ты человека обманываешь. Он говорит, ну то, что он не получает исцеление, это его проблемы. Нет, ты только что сказал, что тебе дар исцеления. Ты возлагаешь руки, молимся. Я помню, у нас братьев был в церкви. У него очень сильно больная была нога. И знаете, мы начали молиться, этот брат встал, возложил руку, знаете, на ногу во имя Иисуса. И запрещал болезни, исцелял эту ногу, знаете. Я наблюдаю, я смотрю, я молюсь, я наблюдаю. Прошла молитва, знаете. И он брату говорит, все, брат, ты исцелен. Ну как брат был хромой, так и пошел хромой. Я этому братишку говорю, слушай, братишка, ты обманываешь. Я говорю, эта дорога твоя, знаете, она приведет тебя к отступлению или к худшим грехам. Через некоторое время он объявил себя, что он пастырь. Через некоторое время он начал совершать клевопреломление сам. И потом я слышу, что он уже, знаете, к нему приехали там, он в машине совершил хлебопреломление. Я говорю, а где ты хлеб взял? Да печенье взял, помолился, благословил, преломил. Я говорю, ты понимаешь? Печенье он взял, преломил, значит, и раздал. Так, есть Писание, братья и сестры. Отступление от Слова Божьего, братья и сестры, оно далеко может завести, очень далеко. И потому, знаете, Бог знал, как нужно приходить к нему. Но на дафе вилу цены Ароновы, написав, взяли каждый свою кадильницу и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли. Знаете, что они не учли? Они не учли покорность Слову Божьему. Они не учли, второе, они не учли Божий суд, что Бог спросит за непокорность. Понимаете? Они не учли. И потому я сегодня хотел бы, братья и сестры, чтобы мы понимали, какому Богу мы служим. Знаете, они что еще не учли? Они не учли, что Бог святой. Потому там и сказано, что, помните, смотрел Моисей на все это, и говорит, вот о чем сказал Господь. Приближающийся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Вы понимаете? Бог сказал, что те, кто приближаются ко мне, я прославлюсь через них, через их служение. Понимаете? Но если человек, знаете, не учитывает, что Бог святой, человек потерпит урон. Потому и даже в Новом Завете Петр писал, будьте святы, потому что я свят. Аминь. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы помолились за то, чтобы мы сегодня, знаете, Писание, Писание применяли к себе. Чтобы мы смотрели Слово Божие и понимали, что Писание написано не для Александра, не для Алены. Оно написано для меня. И Бог будет требовать с меня. Понимаете меня? Я бы хотел помолиться об этом. Чтобы мы все, все применяли Слово Божие к себе. Аминь. Молимся. Слово Божие к себе.